Затем у нас идут две интегральные градации с более высокими вероятностями участия в протестных действиях. И, соответственно, высшая градация объединяет в себя людей, назвавших с шестого ранга по десятый ранг. То есть, по сути дела, в высшую градацию у нас попали люди, у которых вероятность, оценивая им самими вероятность участия в протестных акциях, больше 50%. Если проценты перевести, то у нас 10 градаций, получается больше 5. Если раскрасить цветами, то получается вот так произошло объединение. Первая градация, вторая градация, третья градация и четвертая градация. Мы обозначили их, соответственно, выраженный потенциал, умеренный потенциал, небольшой потенциал и наименьший потенциал. Всего размер выборки, составленный из людей, которые, кстати, участвовали в трех волнах панели, Так, всего объем выборки составляет 1163 человека. В общем-то, вполне типичный объем для социологических и эмпирических исследований. Локальный анализ не требует предварительного преобразования переменных. Поэтому, в принципе, мы можем поместить все 7 рассматриваемых переменных сразу в модель. Однако, здесь надо учесть одну вещь. У нас есть две переменных, которые похожи очень на интервальные. В них было исходно 10, но в силу, опять же, ненаполненности последних полярных градаций, получилось 8. 8 градаций и здесь, и здесь. А возникает вопрос. Рассматривать эти переменные как интервальные, или все-таки рассматривать их как восьмеранговые? Причем, надо помнить, что логолинейный анализ, собственно говоря, как и регрессия, не учитывает ранговость категориальных предикторов. Поэтому, здесь одно из двух. Либо как интервальные рассматриваем, либо как фактически номинальные рассматриваем. Разумеется, когда мы рассматриваем как интервальные, речь идет фактически о наложении определенных ограничений на последовательность и стоительность категорий, то, или иной категориальной переменной. Это упрощает модель.